Открытая студия Верхмарафонец, скайранер, сотрудник базы материально-технического и военного снабжения УФСИН России по Мурманской области Василий Комиссаров. Добрый день, Василий. Добрый день, Юлия. Перед тем, как обозначить главную тему программы, напомню, что мы выходим в прямом эфире. Это значит, что каждый из вас может позвонить нам в студию по телефону 99 45 45, задать интересующий вопрос или поделиться своим мнением относительно темы нашей беседы. Также есть возможность написать нам мессенджеры Телеграм и Вайбер привязаны к номеру плюс 7 921 708 20 06. На беседу у нас будет ровно полчаса с коротким перерывом на рекламу в середине программы. И перед тем, как начать, традиционная рубрика дайджест новостей. Новость первая. На фоне трагедии в Ульяновской области в Заполяре будет проведена проверка в образовательных учреждениях. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил губернатор Андрей Чибис. На это дана неделя. По словам главы региона, 99% таких учреждений в нашей области оборудованы системами видеонаблюдения, 96% системами тревожной сигнализации. По итогам проверки будет решено, какую дополнительную защиту необходимо внедрить в школах и детсадах. Новость вторая. В Мурманской области более чем вдвое увеличен размер литературной премии имени Константина Баева и Александра Подстаницкого. Лауреаты смогут получать по 35 тысяч рублей. Кроме того, с 2022 года литературная премия не облагается налогом на доходы физических лиц. Напомним, премия вручается молодым писателям с 1993 года. За время существования ее лауреатами стали 76 молодых литераторов, среди которых в разные годы были Дмитрий Ермолаев, Дмитрий Коржов, Надежда Большакова, Александр Рыжов, Илья Виноградов и многие другие. И заключительная новость. Какая поддержка доступна малому и среднему бизнесу в Мурманской области? Как получить миллион на реализацию идеи или заем до 5 миллионов по льготной ставке? Где узнать о доступных именно вам вариантах поддержки? На эти и другие вопросы в рамках проекта «Объясняем.рф» ответит заместитель губернатора Ольга Кузнецова. Вопросы уже сейчас можно оставлять в группе «Мурманская область» ВКонтакте под анонсом трансляции. Прямой эфир пройдет сегодня в 16.30. Итак, перейдем к беседе. Василий, еще раз здравствуйте. Тема нашей беседы – трехсуточный сверхмарафон «Бег счастья», который недавно прошел в Череповце. И вы стали его прямым участником. Все верно. С возвращением для начала. Спасибо, спасибо. Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Очень приятно, спасибо, что пригласили. Хочу рассказать об очень интересном мероприятии, которое у нас проводится в России, в городе Череповце. Это праздник бега, сверхмарафон с названием «Бег счастья». Почему «Бег счастья»? На самом деле, чтобы это понять, нужно приехать туда. Мне очень нравится это мероприятие. Я не раз уже там участвовал. И почему? Одна из самых главных причин – это не то, что ты хочешь себя преодолеть или испытать. Это самые главные люди. Там очень хорошие люди организуют этот забег. Очень добрая, доброжелательная, отзывчивая обстановка. Интересные люди собираются со всего мира. Как минимум с нашей страны, это точно. Но не только. Очень большое разнообразие дистанций. То есть, каждый себе может подобрать дистанцию по своему вкусу, по своим возможностям. Это и часовой бег, допустим. Это трех-шестичасовой. Также есть более длительные дистанции – сутки, двое-трое. То есть, не обязательно участвовать все три дня? Конечно. Нет, можно для детей даже, кстати, 800 метров есть. Пожалуйста, да. И хотелось бы такую интересную новость рассказать, что вот в этом часовом забеге участвовала женщина, которой 91 год. Вот это просто тяжело поверить. Это надо нужно видеть. А чтобы видеть, нужно приехать туда. И она пробежала 6,5 километров за целый час. Что для ее возраста, я считаю, это просто сверх-сверх-сверх результат. Что гораздо лучше, чем любой мой результат. Вдохновляетесь такими людьми? Конечно, конечно. Именно такими результатами и вдохновляешься. И еще хочу отметить человека, которому 72 года. Его зовут Константин Горохов из города Королева. Так он даже в этом году меня обогнал. Хоть и он, ну, естественно, он два раза старше, он два раза мудрее. Он спокойно, аккуратно преодолел порядка 250 километров. Вот. А я всего лишь 222 и 22 метра в 22-м году. А вам удалось с ним пообщаться? Конечно, конечно. Мы все трое суток с ним общались. На самом деле в этом и есть, так сказать, плюс вот таких длительных забегов. Что они не настолько интенсивны. И ты успеваешь общаться не только даже с участниками, но и с волонтерами, с организаторами. Это общение. Если вот смотришь на быстрые гонки, там люди как лошади, они носятся, носятся, да, ничего не видят. То здесь порой бывает уже, когда люди устают, они начинают идти пешочком, гулять, разговаривать, вдохновляться. Там хоп, а силы появились опять, побежали. Здорово, очень здорово, мне очень нравится. Вот. И даже несмотря на то, что в этом году мне не удалось, так сказать, выложиться на полную. Вот. Я планировал 380 километров. Но после 200-го километра получил травму. Меня это нисколько не расстроило. Я вдохновлен, я заряжен и готов. Вот в июле у меня будущий проект. Об этом мы чуть позже поговорим. Мы решили сразу все карты выдать. Не-не-не, я потихоньку, я так наоборот. Вот. Поэтому я заряжен силами и готов к новым достижениям. Но это чувствуется, чувствуется энергетика у вас такая очень мощная. Вот такой вопрос. Во время пробега, во время забега участники как-то поддерживают друг друга? Конечно, конечно. Вот вы говорите, что кто-то останавливается. Вот в этом тоже, наверное, главная фишка, плюс, бонус, да. Именно вот таких забегов, что люди, там конкуренция, она такой нету жесткой, как вот на спринтах, на каких-то, когда бегут там. Там очень добрые люди как раз поддерживают. Даже я то, что сошел там, я поддерживаю других начинаю. Им это тоже нравится. Меня поддерживают. То есть, если мало ли, что я расстроился. А как поддерживают? Добрыми словами, пилюльками, такими-то советами на самом деле. Да даже просто там покушать принесут что-нибудь. Ну, ты, допустим, не можешь, хромаешься, да. Вот тебе принесли, спасибо. Вот. Я скажу, это как бы семейный праздник уже, традиция. Вот каждый год мы собираемся, там в основном собираются все одни и те же люди. Ну, иногда там прибавляется человек два-трое новеньких. Вот. Но в основном одни и те же люди, да, ему уже как семья такая большая. И не только участниками, но и же организаторами. Ты приезжаешь в Череповец, тебя уже, о, Вася, привет. То есть, все уже знают, тебя любят. Вот. Вот это огромный плюс вот Череповецкого сверхмарафона. Вот. Который я, наверное, буду еще долго-долго, как вот Константин Горохов, до 72 лет, приезжать, участвовать. И каждый раз буду получать удовольствие, как маленькая новая жизнь. Ну, да, как традиция, наверное. Да, как традиция, да. Семейная такая традиция, как сбор вот в школе, когда учились в классах. Вот тут также сбор сверхмарафонцев. Да, классная идея. Кстати, Василий, вы, получается, пробежали уже пять марафонов, правильно? Это пятый. Это, нет, это третий трехсуточный. А, третий трехсуточный. Да, трехсуточный. Еще был двухсуточный до этого. Вот. А марафонов, сверхмарафонов было очень много. Я даже не считаю. Вот так. Да, да, да. Тогда вот у меня такой вопрос. Сильно ли на результат забега, и даже не то, чтобы на результат, на процесс забега влияет погода? Конечно, погода всегда сказывается на результате. И тяжело ответить, какая хорошая. Либо слишком жарко плохо, когда холодно, дождь идет, это тоже плохо. Всегда лучше что-то, что-то посередине. Да, да, да. В этом году, допустим, много солнца было, песок. Песочек, он такой забивается в кроссовочки и начинает натирать ножки. Это тоже не есть хорошо. Приходится чаще останавливаться, менять носки, стираться как бы тоже. Это же маленькая жизнь такая. Приходится мыться, стираться в душ. Люди даже в сауну ходят. Во время забега, да? Чтобы мышцы немножко расслабить. Да, да, да. Расслабить там организаторы. Все, в 5 часов будет сауна. В центре у них там же целый комплекс большой. А вот после сауны-то не тяжело бежать? Ну, поначалу вяленько, конечно. Да, мышцы же распарены. Да, 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 ну ничего, потихонечку. Ну, это тоже как и после сна тоже. Когда после сна встаешь, тоже все оттекло немножко. Вот так потихонечку, помаленечку разгоняешься, разгоняешься. И смотришь там уже через полчасика, уже бодренький бежишь, свеженький. Здорово. Почему вы выбираете сверхмарафоны? Вам 42 километров мало? Конечно. Нет, это на самом деле совсем другая планета. Да, марафон, даже суточный. Вот казалось бы, сутки-то тоже очень большие. Но сутки и трое, это тоже разные планеты. Человек, который бегает сутки, он не факт, что сможет прибежать трое. Он выложится как раз-таки в первые сутки, а потом что-то может произойти. Или просто у него мышцы как бы забьются, встанут. И человек не сможет, он не знает, как восстанавливаться. Главная, так сказать, задача многосуточника – уметь быстро восстанавливаться. То есть ты бегаешь, бегаешь, все, ты умер. Ты все, кажется, ну, куда больше бегать. Буквально часик отдохнул, где-то там, да, попарился, где-то массажик сделал. Попа, воскрес, дальше побежал. Поэтому, да, наверное, еще не зря говорят, что вот эти многодневки, они бегаются головой. То есть человек грамотный должен быть. Не только мышцами, то есть силой мышц, напряг, напряжение летит. И сила воли там. Да, сила воли. Нет, сила воли, она и там, и там нужна. Но здесь вот как раз на марафонах больше физически нужна отдача. Это как раз удел молодых. Почему многосуточники бегают люди в возрасте? Потому что там уже больше надо головой думать. Где-то надо притормозить, где-то покушать. А лицей свои немножечко, да, примерить? Да, 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 да. Вот это самое главное, да. Где-то покушать что-то правильное, скушать. Где-то лопух надо приложить к коленке. Нет, действительно, кстати, лопух помогает. Вот, да, да. Я сам это узнал от одного человека, от болей даже. То есть люди, которые не могли вылечиться 5 лет. Я это сам черепу, на самом деле, узнал. Это интересно. Не проверял, но вот человек, который бегает в Нью-Йорке многодневки, Андрей Хачатыров, он вот, я услышал из-за лекции, что он говорит, прикладываем лопух, ну и потом меняем периодически. Говорит, я, говорит, 5 лет не мог избавиться от боли в колене, потом избавился. Надо будет и проверить обязательно. Я возьму себе на заметку. Да, 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 летом как раз лопух у нас очень много. Василий, вы уже сказали, что получили травму на этой дистанции. Что случилось? Ну, на самом деле, все было замечательно. Первый день 150 километров пробежал, как будто и не пробегал их. Вот, на самом деле, результат, прогресс есть. Вот, да, это третий раз я уже бегаю. Я ощущаю его. Все было замечательно. Ничего не предвещало каких-то проблем. Я себя даже притормашиваю. Говорю, медленно, не медленно. Там другие участники, лидера пропустил вперед. Пускай они. Я говорю, если что, их там нагоню где-то. Вот, вот, и уже где-то на 30-й час чувствую резкую боль в ноге. Что-то такое. Останавливаюсь, проверяю, делаю массаж. Ну, вроде бы, проходит. Еще три часа-четыре работаю, бегаю, и уже чувствую, что все, уже начинает отек, воспаление. Вновь открытая студия, ее ведущая Юлия Константинова и мой гость Василий Комиссаров. Мы продолжаем говорить на тему участия в сверхмарафоне «Бег счастья», трехсуточный сверхмарафон «Бег счастья». И, Василий, вы рассказывали про травму. У меня такой вопрос. Вы разобрались в причинах. Да, это очень хорошо. На самом деле, получать опыт, это очень важно. И не важно, что ты получил, да, какую-то травму. Главное, разобраться в причинах. И я как раз оставшееся время в гонке сидел и думал, ну, что же я такого сделал, что так произошло, почему. И оказывается, я человек служащий же, у меня сильно ограничено свободное время, чтобы тренироваться. Я решил схитрить, думаю, ну, хитренький. И купил беговую дорожку. Казалось бы, ну, чего такого, беговая дорожка, это очень удобно. Дома стоит, сел, прыгнул, побежал. Не надо никуда выходить, не надо, там, даже сильно одеваться можно. Да, в чем мать родила, бегай, главное, удовольствие получай, тренируйся. Вот, и целый год, вот, последний год, я ее примерно как раз годы назад купил, вот, я тренировался на беговой дорожке. А покрытие-то на сверхмарафоне асфальтное, вот, и тут как раз-таки мои ноги. Как бы, ну, в принципе, ничего страшного, если бы я там 10, 20, 100 километров. Я даже пробежал. А вот за год-то у меня связочки, мышцы немножко адаптировались к мягкому климату. Да, да, да. Я перешел на асфальт, сделал 200 километров, и связки такие, говорит, что-то не то. Вася, Вася, что-то не то, давай это отменяй, это забег, мы устали, да. Вот, это главная причина. И вторая, второстепенная, то, что, опять же, из-за нехватки времени, я не делал промежуточный длинный забег. Обычно, допустим, если я хочу пробежать 300 километров, вот, в апреле, то в сентябре нужно пробежать 150, вот, на какой-нибудь суточник. Вот, я тоже, было желание, но не было возможности поехать и пробежать. В этом году буду исправляться, поеду в сентябре опять в Череповец на суточный уже забег. Да, 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 у них в сентябре проводится, как бы, второй такой этап, там нету многодневок, то есть трехсуточного там нету, но есть все же те же дистанции, плюс вот сутки. Вот, буду тренироваться, вот. Я так понимаю, вы тренируетесь регулярно. Вот, 365 дней в году, сколько дней вы не тренируетесь? А, вот опять, все зависит от службы. Я, честно, я человек служащий. Да, все, поняла. У меня очень сильно, когда есть возможность, почему я беговую дорожку купил, есть возможность прыгнул, побежал, нету возможности, ну, извините. А как травма теперь отразится или уже отражается на тренировочном процессе? Ну, придется немножко посидеть, отдохнуть, восстановиться, вот. Ну, я думаю, это недельки две, вот, так как я успел вовремя остановить болевое это воздействие, да, причину. Вот, поэтому через две недели я уже смогу смело начать тренировочный процесс. Вот, и буду это делать на асфальте. Да, чтобы связочки привыкали. Конечно, конечно. Вообще, ну, не так страшно бегать по асфальту, как это говорят врачи, важно делать это плавно. То есть, если вы только начинающий, то надо на мягенькой беговой дорожке там побегать, да. Есть же у нас в стадионах, в манеже там мягкое покрытие. Но постепенно всегда нужно увеличивать и давать именно асфальт. По чуть-чуть, постепенно, да. По чуть-чуть, постепенно, да. Самым жестким считается для человека это бетон. В Нью-Йорке, я знаю, проводится забег на 3100 миль, это порядка 5000 километров, вот, по бетону. Ну, это просто что-то... Экстремалы. Там, если человек неподготовленный, у него на второй день колени так опухают, что... Конечно. ...человек сходит обычно. Василий, в своем увлечении, к чему вы вообще стремитесь? Вот я общаюсь с вами, вы невероятно увлеченный человек, именно увлеченный бегом. Что для вас бег? Это занятие для души или у вас есть какие-то свои личные, может быть, рекорды, к которым вы стремитесь? Я вам сейчас секрет раскрою. Я не особо-то увлекаюсь бегом. Для меня... Как? Бег – это тренировочный процесс. Да, я... А, вот так. Но чтобы тренировочный процесс приносил пользу, его надо любить. Это как говорят, если ты любишь, вот, и делаешь это профессионально, то это становится искусством. Вот я стараюсь вот по этой логике не только профессионально тренироваться, по методичкам как-то, но еще любить это дело. Поэтому это искусством, и для чего самое важное, то есть для будущих каких-то достижений. Я любитель, на самом деле, скайранинга. Это скоростной вид спорта в горах, это быстрый альпинизм по-другому, если... Вот, мне нравятся горы, они меня вдохновляют, я туда стремлюсь при любой первой возможности, поэтому, наверное, на выходных, если у меня есть возможность бегать или ехать в горы, я стараюсь ехать в горы и там бегать. И там бегать. Да, да, да. Два в одну. Все верно, да, скайранинга как раз он сочетает себе вот эту скорость и горы. Вот, поэтому у меня вот будущий проект в июле как раз-таки на Эльбрусе, вот, и я к нему, по сути, готовлюсь. И вот этот трехсуточник, это, по сути, была тренировка для Эльбруса. Для проекта я его назвал «Роза ветров Эльбруса». Роза ветров – это обозначает многовектор со всех сторон, то есть задача за минимальное количество времени подняться со всех четырех сторон на Эльбрус. Такое люди делали, но люди обычно это делают раз в год, там, приезжают с одной стороны. А моя задача – пройти эти четыре стороны как можно быстрее, за один месяц, там, а то, я думаю, еще может быть. Как вы считаете, это реально? На сто десять процентов реально. Я, почему я так говорю, я уже второй год готовлюсь к этому. В прошлом году в Хибинах я отрабатывал крутые участки работы с техническими средствами, то есть веревка, жумары, средства страховки, все отработано, все на отлично. На отлично, почему? Потому что я здесь сижу, как бы, и не травмировался, ничего. Это самый важный показатель у гора, если все удачно происходит. Поэтому я готов. 200 километров – этого достаточно. Там, на самом деле, дистанция будет порядка 100 километров. То есть каждый подъем – это примерно 25 километров, образно. И набора высоты – что-то в районе 12 километров, 12 тысяч. Ну, перепады там высокие. Да-да-да, перепады там 3 километра, да. С одной стороны примерно 3 километра, наверное, будет. Вот, серьезный проект, гораздо сложнее, чем любой трехсуточный. И самое важное, он содержит себя в опасности. Когда мне говорят, что трехсуточный забег – это экстремальный вид спорта, я иногда так, ну, а почему? Вы не знаете о моих планах. Да-да, вы просто знаете. Вы просто не знаете. Все верно. Да, там, на самом деле, это не экстремальный вид спорта. Если что-то, вот, я, готовый пример, да, что-то случилось, я сказал, все, лапки поднял, я сдал, издаюсь. Вот, ничего плохого в этом не происходит, в следующий раз получится. Всегда есть возможность скорую вызвать, да, как бы, рядом люди добрые, всегда помогут. Вот, в отличие от гор. Горы, они не терпят каких-то ошибок, всегда требуют серьезности к себе, поэтому надо к этому готовиться. Поменьше амбиций. Пока слушала вас, поняла, что вот в беге важно покрытие, по которому бегаешь, погодные условия, а еще обувь. Обувь, конечно. Насколько важна обувь в беге? Обувь, на самом деле, есть люди, которые бегают босиком. Да вы что? Да, есть люди и марафоны бегают босиком, поэтому, если считать по этой логике, то, в принципе, как бы не важно. Но, опять же, мы начинаем с того, что мы люди-то городские. Да. Мы много сидим. Не подготовленные. Да, мы не индейцы, мы не африканцы, которые бегают там. Вот, поэтому для человека обувь, конечно, важна. И самый главный фактор, когда вы начинаете, особенно, когда вы начинаете бегать, когда вы не профессионал, когда вы не ставите рекордов, это удобно. Ищите удобную обувь, покупаете, да, меряете, бегаете. Если вам устраивает, нигде ничего не натирает, то надо, значит, брать. То есть, вы ее выбираете. Что-то там, какие-то поддержки, да, смотрите на ваше усмотрение. Я лично бегаю без поддержки, хотя у меня гиперпронация. То есть, нога у меня заваливается вовнутрь. Ну, как-нибудь попробую, тоже расскажу. Но, на самом деле, за 5 лет, которые я вот бегаю, и даже больше, вот, я не применял какие-то технические вот новшества, ноу-хау для того, чтобы бегать. Как, в чем, что покупил там, что нравится, что удобно, в том и бегаю. В общем, сильно так прям не заморачиваетесь. Да, да, без фанатизма. Что касается ваших близких, поддерживают вас, приобщаете их? Конечно, но я считаю так, что бег – это выбор каждого. То есть, я никого еще за все, наверное, 5-6 лет насильно не заставил бегать, не сидел и не говорил, так, бегать вот обязательно нужно. Как некоторые, там, Вася, бегать нельзя, колени будут болеть. Я говорю, ты это Константину Горохову, которому 72 года скажи. Или бабуле, которая 91 год. Или бабуле, да, да, которая 91. Поэтому, если человек сам считает, что у меня там больная спина, он не может бегать, ради бога, плавай. То есть, важно именно вести какой-то активный образ жизни, не сидеть на диване. Нравится велосипед, пожалуйста, плавание, пожалуйста, бег. Вообще замечательно. Почему? Потому что он ближе всех к жизни. Потому что мы, ну, люди-то ходящие, у нас нету встроенного велосипеда, там, и воды у нас не так много, чтобы плавать. Вот, нам нужно передвигаться. Это большой плюс даже. Просто если вот, ну, вам нужно дойти, там, пройти 10 километров, вы даже не задумывайтесь, вы просто их проходите. Ну, нет возможности, допустим, хотите... Воспользоваться транспортом. Да, транспортом нету возможности. Опа, прошел, и все. А смотрите, вопрос касается новичков. Вот кто-то захотел стать бегуном. Да, да, да. С чего начать? Вот самые базовые такие моменты. Это очень важный вопрос, да. Как бы мой личный совет. Делайте все плавно, аккуратно, то есть не надо резких каких-то усилий движения. Я сам страдал вот этой ерундой, когда ты выбегаешь и бежишь так, что у тебя весь в поту, пот, слезы красные, да, дыхание сбито. Надо начинать плавно, аккуратно, то есть с малых скоростей. И, так сказать, есть такое понятие аэробная недостаточность. То есть когда человек вот бежит, он задыхается. Это значит, что у него не хватает аэробных возможностей, так можно сказать, аэробного движка. Вот. Он нарабатывается со временем. Если вы плавно будете бегать, и нужно бегать много, хотя бы полчаса минимум, да, в два часа максимум, и постоянство важно. Если вы будете бегать вот так, в таком ритме, при этом, ну, не надо, нужно бегать на пороге, когда вот нормально еще дышится, вот, когда дыхание не сбивается. Вот так и нужно бегать. Аккуратно, плавно, стараясь более-менее посмотреть, как люди бегают, то есть соблюдая технику бега, потому что неправильная техника, она тоже ведет к травмам. Порой можно бегать в тапочках, вот, если хорошая техника, ничего плохого не произойдет. Ну, если вы, конечно, по 200 километров не бегаете. Ну, да. Вот. Тут даже техника не всегда спасает. К тому же, опять же, когда человек устает, мышцы устают, допустим, на подлительной дистанции, человек начинает, техника у него ухудшаться, и вот опять вот это, все не есть. Поэтому нужно связочки крепкие иметь. И опять же, все это со временем, человек, который начинает плавно, у него все это крепче, крепче, крепче. Хорошее питание, да, сбалансированное питание, и все у вас будет, все замечательно. В общем, подойти комплексно и постепенно. Хочу о питании рассказать на поводу. Вот на трехсуточном забеге вот в этом году просто была шикарная организация в плане питания. Такое у меня было впечатление, что я приехал не на трехсуточный забег, а в трехсуточный ресторан. Вот вы пробегаете около волонтера и спрашиваете его, так, что у нас там покушать? Там он такой, так, фандю по-итальянски, пицца по-мексикански, ну, практически, гречка по-русски, с грибами, с тушенкой. Вот так, ну, давай вот это в следующем, на следующем круге покушаю. Вот, молодцы, ребята, еще раз спасибо им, хочу сказать, которые организуют забег. Вот, спасибо всем волонтерам, вы просто замечательны. Всем мурманчанам, жителям Мурманской области советую ехать в город Череповец. На забег, бег счастья. Выбирать любую дистанцию, да. Если какие-то вопросы, обращайтесь ко мне, я покажу, расскажу, как, что проехать. Вот, очень хорошая организация, медали, все есть, подарки. И, ну, пять с плюсом я ставлю. Вот, самый мой лучший забег, в котором я когда-либо принимал участие. И я вот возвращаюсь и буду возвращаться. У нас осталось не так много времени. Последний вопрос, собственно, вы уже почти ответили. Про Эльбрус, это про ваши планы. Да, да, да. Помимо Эльбруса, кратенько. Помимо Эльбруса, ну, есть такой маленький инсайдик, который вчера родился. Я вчера общался с руководителем бегового клуба нашего, северного. Называется «Северное сияние» с Андреем Вашковым. Вот, мы начали продумывать идею организации в Апатитах шестисуточного забега. Первого в России, в Советском Союзе. Вот, такого мощного мероприятия. Такое еще, ну, никогда не было. И было, и такое есть только в Нью-Йорке. Ну, так как сейчас границы у нас закрылись, надо разрабатывать импортозамещение. Сделать это здесь, в России. Не только в России, в Мурманской области. Вот, я уже даже нашел участников, уже пять участников есть, у них уже чешутся пятки. Ну, вы все секретов не выдаваете пока что. Сохраним их, будем выдавать постепенно. Поэтому специально для Радио Рекорд вот такой вот инсайдинг. Василий, благодарю вас за беседу, было очень здорово, интересно. И на этой прекрасной ноте мы завершаем открытую студию. Берегите себя и не останавливайтесь на достигнутом. Всем пока!